Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Хотел бы рассказать рецепт шпрут. Шпрут из уклейки. За последнего выхода на рыбалку было много поймано уклейки. Это рыба мелкая. Что с ней делать? Как вариант, это три варианта я рассматриваю. Первый это жарить непосредственно, чистить и жарить ее. Второй вариант. Это на засолку, то есть сделать из нее таранку. И третий вариант, как для меня, так это шпрута. Шпрута делаются очень легко, очень просто. Для этого нам понадобится черный перец молотый, ну или там красный кто любит. Я использую черное подсолнечное масло где-то полторы бутылки. Полтора литра уходит у нас на все это мероприятие. И репчатый лук. Репчатый лук где-то, ну головки три, так для сравнения выложил. То есть он размер буквально с кулак, там довольно-таки крупный. Три головки с кулак размером. Вот, ну и непосредственно рыба. Рыба где-то в районе около двух килограмм у меня уходит на все это дело. Вот, почистили рыбу. Почистили, выпотрошили. Отрезали голову. Голову отрезаю, потому что считаю лишним. Если рыбы много, то в принципе она, ну любители кто как. Я вырезаю ее, вырасываю. Ну или кошку возле подвезда отдаю. Так, берем вот такую вот утятницу, ну или какую-нибудь емкость. Можно даже использовать обычную алюминиевую кастрюльку. Вот. И в эту кастрюльку первым слоем выкладываем вниз лук репчатый, нарезанный кольцами. Далее идет у нас слой рыбы, выложенный. Сейчас у меня он готовый, она уже, да, приготовилась. Кладем слой, то есть кладем слева направо, грубо говоря, спинка к спинке. Вот и так. И дальше пошли слоями, как пирог. Слой лука, слой рыбы, слой лука, слой рыбы. Вот. И непосредственно можно снизу выложить там лавровый лист, кто любит, добавляете. Он придает особенный аромат. Ну и, соответственно, если многое положить, то рыба будет горькая. То есть это надо контролировать, знать. Ну, такую емкость где-то, наверное, одной пачки лаврового листа будет вполне достаточно. Вот. Выкладывается слоями. Слой лука, слой рыбы, слой лука, слой рыбы, слой лука, слой рыбы. Потом далее заливается все это подсолнечным маслом. Подсолнечное масло должно быть, ну, примерно на толщину пальца. Средним, да, вот указательным. Вот, то есть должна скрывать рыбу на толщину, ну, по высоте где-то на один палец. То есть это будет вполне достаточно. Далее идем двумя путями. У кого есть печи дома, в которых можно выпекать, то ставим духовые печки обычно. Ставим температуру, выставляем 220-230 градусов и ждем пока разогреется. Как только она разогревается, ставим туда вот емкость, там или кастрюльку, или утятницу. Лучше утятницу. Или, ну, казарок у кого что есть. Вот. Почему? Потому что он сохраняет больше тепло и создает определенный ровный температурный режим для, соответственно, приготовления шпрот. В принципе, для выпечки. Вот. Далее. Где-то на температуре 220, держите где-то минут 20-25. Как только масло начинает закипать, там пойдут маленькие пузырьки, можете посмотреть, там. Крышкой не закрываете, когда в плите готовите. В печке. Вот. Можете посмотреть, убавляйте температуру на 80 градусов, выставляйте таймер. Таймер ставите где-то часа на 4, на 3,5-4 часа. Очень долго готовится, но оно этого стоит. У меня, к сожалению, плиты нет. У меня микроволновка. У меня обычно газовая плита. В принципе, как выкручивается из этого положения. Берем утятницу, любую чугунную, пою, емкость и складываем туда. Выложили рыбку, пересыпали ее специями, солью. Я солью обычно много не кладу, потому что можно, в принципе, потом уже в процессе, уже когда кушаете, можно досыпать. Вот. Далее. Оставленный огонь, так же. Выставили, да. Выложили ее сверху. И ставите на огонь. Включаете плиту на довольно-таки сильный режим. Ждете того же самого закипания, прогревания, равноверного прогревания всего, всей емкости, в которой готовите. Вот. Как только масло начинает закипать, вы увидите эти же самые пузырьки, бульки, так называемые. Вот. Убавляете газ на минимального. Закрываете, в принципе, крышкой. Можно даже плотно оставить ее закрыто. Можно чуть-чуть оставить запасом, чтобы чуть-чуть выходили пары. Потому что влага содержится в рыбе. И, соответственно, у вас будет небольшой конденсат. То же самое, вода и так далее, и тому подобное. Длинножко выходил. Огонь держите минимальный. И в таком режиме где-то держите часа три, наверное. Вот я вот эти готовил. Три часа, три с половиной часа у меня ушло. Потом далее смотрите уже по готовности. Ну, там по запаху уже будет приближено. Конечно, не сравнить с запахом. Купных шпрот, ну, я вас уверяю, они гораздо не менее хуже, чем то, что вы кушаете, если даже не лучше. Потому что здесь никаких консервантов, ничего нет. Стабилизаторов и консервантов. Потому что это домашнее. Это все то, что вы поймали, приготовили. Вы это кушаете. Вот. Далее выключаете, оставляете в этой емкости, закрытой крышкой. Рыбка получается вот такая разваристая. Вот. Костей уже в ней не чувствуется. Как бы. То есть дальше. При употреблении в пищу кости не чувствуют. Сейчас покажу. Она, грубо говоря, вот нежная, да? Получается. Вот она. Оп. Разваливается. То есть костей уже, как таковых, там не ощущается. Масла не сливайте. Это, в принципе, ничего плохого. Если вы, как бы, не переносите много масла, в принципе, можно дайте хотя бы постоять, чтобы она набралась. Аромата пропиталась еще больше и больше. Тем лучше специями. То же самое лавровым листом. Вот. И потом ее уже можете слить. Вот. Далее. Ну, в принципе, все. Можно употреблять как горячим виде, так и холодным виде. Ну, кто как. Я отдаю остыть. Где-то часа полтора она у меня вставает. И тогда уже готовлю. Ну, и, соответственно, подаю вот так. Можно подавать ее. Картошечки. Бутербродики делать, кушать замечательно. Ну, с салатиками, с картошкой вот на ужин себе приготовил. То есть то, что я утром сегодня вы видели у меня. Видео внизу находится оно под этим видео. То, что поймано. Все новое здесь вот. Приготовили, почистили. Вот. Все. Рецепт очень простой. Кому что будет непонятно, пишите в комментариях. Отпишусь подробно. Если что, как приготовить получше, поудобнее. Вот. Все. Всем до свидания. Всем удачных рыбалок. Ни хвоста, ни чешуи. Ну, а мне приятного аппетита. До свидания.